Обновление 1.3 в Genshin Impact совсем скоро будет доступно всем игрокам. Это стало понятно, потому что разработчики, во-первых, опубликовали свои ответы на вопросы, а во-вторых, был анонсирован официальный стрим разработчиков по обновлению 1.3. Поэтому предлагаю пробежаться по основным моментам, известным на текущий момент времени. Большой всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейт. И давайте пробежимся по всем новостям. Во-первых, в эту пятницу в 15.00 по московскому времени начнется официальный стрим разработчиков, приуроченный к обновлению 1.3. Для тех, кто не знает, что это вообще такое, расскажу вкратце. Обычно разработчики приглашают каких-то актеров озвучки, которые будут озвучивать новых героев в грядущем обновлении, рассказывают о том, что будет ждать нас в этом обновлении, чаще всего показывают геймплей на новых героях, новые ивенты и немножечко рассуждают о будущих изменениях в самой игре. Обычно такие стримы проводятся два раза. Один раз на китайском языке на официальном сайте в Били-Били, а второй уже для интернациональной аудитории на официальном YouTube-канале. Там все происходит на английском языке и немножечко более в скромных масштабах, но основную информацию подают и там тоже. Поэтому если вдруг у вас с китайским языком есть проблемы, есть смысл подождать и спокойненько послушать именно уже английский вариант. Обычно он проходит примерно через 4-3 часа после завершения китайской версии. В любом случае, лучше подписаться на официальный канал, и вам придет обязательно оповещение о том, что там началась прямая трансляция. А теперь давайте пробежимся по ответам разработчиков, которые они каким-то образом собирают от игроков. Мне, кстати, очень интересно, где они эти вопросы собирают. Там есть ссылочка на какой-то форум, и там типа можно задать вопрос разработчикам. Ну ладно, я сам работаю разработчиком и знаю, как эти вопросы выбираются. Ладно, это уже не самый интересный момент. Итак, вопросы. Первый самый интересный вопрос, это то, что все грядущие ивенты не будут требовать смолы. То есть они будут проходить примерно по такому же принципу, как проходил ивент «Принц и дракон». Большинство ребят уже возликовало, наконец-то не будет проблем со смолой, можно будет тратить ее непосредственно на те активности, которые нам нужны в мире, а не тратить их на дополнительные активности а-ля ивентов. А вот я бы сказал то, что все на самом деле не так радужно. Вспомните этот ивент, который был последний, и давайте сравним его с ивентом с Фишель. Лично мне ивент с Фишелью понравился гораздо больше, потому что я не мог просто взять и в день зафармить весь ивент. Почему я считаю это проблемой? Потому что я хочу получать удовольствие от контента, а если мне дают возможность зафармить все в один день, то я, конечно же, постараюсь зафармить все в один день. Ну, если, конечно, ты умный, то ты растянешь этот ивент на как можно дольше. Но с другой стороны, да, это хорошо то, что нам позволяет поэкономить свою смолу, а не тратить ее вот на такую дополнительную активность. В любом случае, скорее всего, разработчики будут придерживаться именно такой мысли, такого вида деятельности и не будут больше требовать смолы для проведения ивентов. Хорошо, я не буду этому сопротивляться, но свою мысль я вам все-таки постарался донести. Второй немаловажный момент в ответах, это то, что в батл пасс, в боевой пропуск, будет добавлена смола. Она собой заметит некоторые пункты, в которых мы получали руду для прокачки нашего оружия. При этом руда, та, которая будет заменена, будет распределена по другим точкам. И при этом мы получим всего за весь батл пасс 5 слабой смолы. Вроде бы немного, но с другой стороны тоже приятно. Лично я только рад тому, что в батл пасс добавляются такие вот прикольные штуки. Кстати, а вы не задумывались над тем, сколько Genshin Impact будет весить с обновлением 1.3? А сколько он будет весить через год? Обновление за обновлением идет, и Genshin Impact все больше и больше начинает кушать память на моем жестком диске. Поэтому я решил зайти на Е-каталог и посмотреть себе новый HDD. Выбираем предпочитаемого производителя, нужный нам объем памяти, советую как можно больше, объем буфера обмена и тип подключения. Выбираем сразу несколько моделей и переходим во вкладку сравнить. Переходим во все параметры и смотрим на нужные нам характеристики. Мой выбор пал вот на этот жесткий диск. Довольно-таки неплохой. Не сильно дорогой и памяти в меру. Так, давайте посмотрим отзывы о товаре. Внимательно читаем для надежности. А затем глянем, где можно взять его по доступной цене в моем городе. Если что, ссылочку я оставил в описании под роликом. Заходи и прокачивай свой ПК. В прошлом обновлении разработчики добавили возможность предзагрузки следующего обновления для ПК игроков. Именно такая же возможность будет добавлена и для мобильных игроков. То есть вы сможете предзагрузить себе клиент со следующим обновлением немножечко пораньше, чем станет само это обновление доступно. Честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, но и хорошего тоже. Потому что каких-то либо проблем при скачке Genshin Impact на телефон, даже скачке обновлений, не замечал. Максимум качаются минут 5-10. Потому что сервера у компаний Apple и Android гораздо более лучше, чем ПК-шные сервера компании Михуё. В которых скачка для ПК-клиента идет, ну, дай боже, часа 3-4. Поэтому это новость, ну, средней паршивости. Но из хороших новостей, конечно же, для iOS игроков. Потому что для iOS будет добавлена официальная поддержка контроллеров. Теперь вы не будете мучиться и страдать, там, подключая свои контроллеры, которые не работают. Теперь вы реально по Bluetooth можете подключить свой контроллер от PS-ки и играть полноценно на телефоне. Вот это вот новость прям бомбическая. И как только это будет сделано, я обязательно постараюсь даже, наверное, провести стрим со своего телефона. И посмотрим, как джойстик будет себя вести непосредственно на телефоне. И раз уж мы тут начали с вами говорить про контроллеры, то я вам напомню то, что в группе во ВКонтакте у нас идет розыгрыш Android контроллера. Очень крутой девайс, который превращает в ваш телефон некое подобие свеча. Если интересно, давай залетай во ВКонтакте, там закрепленное сообщение с розыгрышем. Итоги мы будем подводить уже в это воскресенье. Следующий вопрос тоже достаточно наболевший, но достаточно маленький. Как вам известно, при прокачке оружия, если вы выбираете в качестве ингредиента руду, то вам нужно прокликивать каждый раз на руду для того, чтобы она добавлялась в пак. Теперь можно будет делать это долгим нажатием. И аллилуйя, не надо будет сто раз прокликивать эту гребаную руду для того, чтобы прокачать до 90 уровня свою пушку. Потому что руды для прокачки там требуется очень много. Хвала развоработчикам, я не знаю, почему это не сделали сразу же. И самый последний пункт, это как раз таки та информация, которая была слита уже некоторое время до этого. Разработчики планируют официально добавить возможность перегонки одних ресурсов в другие. Делать это можно будет в неком гарниле, у которого будет свой кулдаун. И делать это можно будет при помощи соли или же других ресурсов, которые мы будем находить во время гринда в открытом мире. В принципе идея хороша, но вопрос только остается открытым. Какие ресурсы мы сможем перегонять в другие? Я не думаю, что мы сможем перегонять какие-то ресурсы, находимые в мире. То есть это руда какая-то, цветки и подобное. Скорее всего тут речь идет о камнях и реагентах, добываемых непосредственно с боссов за смолу. Если хотя бы можно будет перегонять ненужные камни в нужные, это будет большим плюсом. С другой стороны, камней всегда не хватает и это не была бы такая проблема. Ну, кстати, скажите, хватает ли у вас камней для прокачки ваших героев, либо же вы постоянно их фармите? Ну и еще там разработчики откомментировали взаимодействие фиш или ганьюнь, но я не думаю, что такие тонкие механические вопросы будут вас очень сильно беспокоить. Вот, в принципе, и все новости о грядущем обновлении 1.3, официально заявленных от разработчиков. Очень сильно надеюсь, что пятничный стрим получится очень интересным и мы сможем выудить оттуда большое количество информации. Лично про меня я стримить прям официально этот стрим не буду, я чаще всего сделаю для вас короткую выжимку этого стрима, чтобы вам было удобнее ознакомиться с информацией, которая была на том стриме. Вот, в принципе, и все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok